Что такое оптимизм на рынке недвижимости, когда цены падают, а количество сделок не растет? Некоторые в комментариях продолжают писать, цены никогда не падали, только росли. Вот вам очередная жизнеутверждающая передача, которая была снята в феврале 2009 года. Вы смотрите программу «Вторая столица» на канале РБК Петербург. Я Игорь Патрион, здравствуйте. Метры вместо долларов. Сегодня во второй столице открылась международная выставка недвижимости. Многие эксперты рынка надеются, что уже к лету петербуржцы начнут переводить свои накопления из иностранной валюты в новые квартиры. Спрос на жилье, практически упавший до нуля в конце прошлого года, в последний месяц начал расти. Продажи квартир увеличиваются как на вторичном, так и на первичном рынке. И это уже сказалось на ценах. Они хоть и не поднялись, но значительно замедлили свое падение. Теперь квадратный метр дешевеет лишь на полпроцента в неделю. Некоторые специалисты отмечают положительное влияние на рынок стабилизации рубля. Именно из-за этого постепенно возвращается интерес россиян к инвестициям в недвижимость. Каких еще тенденции ожидают петербургские риелторы в 2009 году, выяснил Павел Генев. Рынок недвижимости выходит из кризисной спячки. Это заметно хотя бы по количеству выставочных стендов, почти три сотни. При этом участвовать в экспозиции выразили желание 11 крупнейших петербургских застройщиков. Такое вообще произошло впервые. Впрочем, большинство стендов принадлежали различным риелторским агентствам. И далеко не всем специалистам понравилось такое разнообразие вывесок. По их мнению, агентств недвижимости в городе чересчур много. Каков порог сегодня входа на рынок недвижимости? Что может мне назвать? Да вообще говоря, в нулевую. И цена любой ошибки, иногда незначительной, может оказаться очень высокой. Вплоть до потери огромных, так сказать, соизмеримых зарплаты человека за 10 и 20 лет денежных сумм. Либо потери единственной же площади. Для упорядоченной ситуации на рынке часть экспертов предлагает вернуться к практике лицензирования агентств. Или разрешить вход на рынок только при условии членства саморегулируемой организации. Впрочем, многие небольшие риелторские компании отсели сами. Не выдержали испытания кризисом. Рынок начал пробуждаться лишь в конце зимы. Хотя пока количество регистрируемых сделок увеличилось ненамного. Количество покупателей, интересующихся в ситуации на рынке недвижимости и обращающихся к риелторам, оно увеличилось. Оно еще не перешло в качество. Как мы видим по данным Федеральной регистрационной службы, количество сделок намного меньше, чем с тем же периодом прошлого 2008 года. Но, тем не менее, мы предполагаем, что вот этот интерес, он перерастет в качество. Поводом для оптимизма риелторов является и тот факт, что банки постепенно пытаются сделать условия выдачи ипотечных кредитов более лояльными. С начала года средняя ставка во второй столице уменьшилась на процент. Однако вернуться на уровень начала 2008-го ипотека сможет не раньше, чем через 2-3 года, говорит большинство аналитиков. А в ближайшем будущем количество выданных кредитов будет расти постепенно, не более, чем на 10-15% в год. Я думаю, что в течение ближайшего года мы будем иметь не 15-20 тысяч ипотечных сделать, как это было в 2008 году, а от 3 до 5 тысяч. Средняя рублевая процентная ставка будет составлять порядка 16-16,5% для покупки готового жилья. Что касается цен на готовое жилье, то их падение по итогам последнего полугодия оказалось не столь большим, как прогнозировали некоторые специалисты. Всего на 12% вместо ожидавшейся 30%. Большинство экспертов считают, что стоимость квадратного метра останется на нынешнем уровне до конца текущего года. Павел Генев, Валерий Афонкин и Мария Попова. РБК Петербург. Ну как, почувствовали оптимизм 2009 года? Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Инспектор новостроек» и «Щегельский о недвижимости без сиропа», ссылки на которые находятся под данным видео. Продолжайте писать больше аргументированных комментариев. Ну и пока, всем пока! Без сиропа